Я вновь русь тебе дыханье задая, святая Русь, земля моя. Они поют о родине, любви, семье, о войне, о городах, героях и о людях, солдатах и моряках. Но каждая песня соответствует идее фестиваля и его названию «За веру, за отчизну, за любовь». Конкурсанты сегодня по-настоящему удивляли членов жюри, в первую очередь голосами. На сцене все-таки профессиональные исполнители. Это, конечно же, профессиональные исполнители, это люди, которые служат в профессиональных музыкальных военных коллективах. Будем оценивать, как обычно, по нескольким критериям. Первое – это раскрытие темы фестиваля, второе – это музыкальное воплощение произведения и третье – аранжировка и музыкальное исполнение. В числе критериев оценки конкурсантов – костюм и постановка номера. Одни исполнители делали ставку на классику, выходили на сцену в военной форме, другие – в народных костюмах. А исполнитель из Узбекистана, который пел про чайхану, устроил на сцене настоящее восточное шоу с танцами и чайной церемонии. Зал был полупустой, будний день все-таки, да и конкурс проходил рано утром. Но зрители тепло встречали каждого из артистов, некоторые даже пускались в пляс. Бурю эмоций вызвал и номер военной по профессии, и музыканта по призванию Ксении Соколовой про Мишку Одессита. В свое время она с легкостью оставила эстраду, теперь поет о родине, о долге, чему очень рада. Я уже как бы была немного, конечно, в эстраде в свое время. Мне больше нравится в армии. Там более все достойное, более все интересно, репертуар более солидный. Первые и вторые конкурсные дни фестиваля армейской песни проходили в Зимнем театре. Завтра под открытым небом. На площадке лайфсайту Южного Мола будут играть духовые оркестры и петь победители фестиваля прошлых лет. Концерт начнется в 16 часов. Вход свободный.